сегодня мы займемся документальным подтверждением одной догадки даже не догадки а даже наверное истины что любое усовершенствование тормозов если оно проведено или сделано правильно как минимум сокращает тормозной путь и соответственно сокращает какие-то наши потенциальные проблемы с этим связаны так вот если мы с помощью специальной смазки проделаем определенные манипуляции с тормозами сможем направляющие сможем пространство между колодкой и прижимающими ее частями суппорта то мы выиграем в тормозном пути и не только в этом чтобы доказать данный тезис мы устроили серию торможений на редакционной фиесте со скоростью 60 километров в час после пяти контрольных торможений можно вывести средне арифметическую длину остановочного пути она составила 14 метров 30 сантиметров попытаемся этот результат улучшить и для этого напомним что штука в том что в теории автомобиля есть такое понятие как остановочный путь именно не тормозной а остановочный тормозной является частью остановочного так вот остановочный путь включает в себя время реакции водителя и соответственно количество метров сколько автомобиль проедет за это время время реакции тормозной системы от нажатия на педаль до собственно смыкание колодок с диском и если у нас не будет никаких потенциальных или реальных заеданий на всем пути от педали до колодок а собственно в гидравлической части этих заеданий быть не может они могут быть только в направляющих суппортов и во всем вот этом механизме собственно тормозном который у нас и включает понятие супер так вот если там убрать ну или минимизировать заедания то мы существенно сократим вот это самое время реакции тормозов и соответственно уменьшится тормозной путь и вот мы подошли собственно к самому главному для того чтобы минимизировать трение вот в этих собственно направляющих существует специальная смазка для суппортов мы сейчас этой смазкой смажем особенность этой смазки в том что она выдерживает очень высокие температуры потому что как известно тормоза могут раскаляться и раскаляться очень сильно какая-то другая смазка она может банально прийти в негодность и сгореть и увеличить собственно трение а вот это специальная смазка не просто выдерживает очень высокие температуры но и активно сопротивляется полевому и иным загрязнениям более того аналогичные смазки западного производства не приспособлены для того чтобы долго выдерживать натиск пыли и грязи по причине отсутствия таковых там у них наши же смазки рассчитаны на это изначально но это еще не все эту смазку мы наносим между колодкой и скобой суппорта вроде бы совершенно бесполезное занятие так по идее но этим самым мы а ликвидируем скрип потенциальный а б мы увеличиваем теплопроводность от колодки к массивным металлическим элементам суппорта что такое увеличение теплопроводности это значит что от собственно вот этой поверхности колодки которые участвуют в торможении будет гораздо интенсивнее теплоотвод на вот эти самые массивные части и тормоза будут иметь меньшую склонность перегрева ну и финальная часть наших экспериментов серия контрольных торможений в тех же условиях в которых мы проводили предыдущую серию результат нас не сильно удивил ведь физику не обманешь выигрыш в длине остановочного пути составил один метр много это или мало судить вам особенно в контексте стоимости бамперов и увеличение стоимости осаго на будущий год владения автомобилем случае дтп по шевине кроме этого субъективное восприятие процесса торможения стало более прозрачным реакции на нажатие педали тормоза стали более линейными то есть как нажал на педаль так и затормозил а это иногда даже более важно чем выигрыш метро остановочного пути